У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. В эфире «Бизнес по существу». Ведущий сегодня Алексей Миронов, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга «Анкор». Совладелец компании «Контент-Медиа» Ольга Трубачева. Ну и наш гость и сописедник сегодня Михаил Яковлев, вице-президент по организационному развитию и работе с персоналом компании «Вымпилком». Добрый день. Сначала блиц-опрос, короткие вопросы и короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Чувство юмора. Если спортивный болельщик, за кого болеете? За сборную страны, не за какой конкретный футбольный или какой-то иной клуб. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую вы рекомендовали? Наверное, нету. А по персоналу? В том числе и по персоналу, как это ни странно звучит от вице-президента по работе с персоналом. Любимой книги, как таковой, производственной, профессиональной нету. Деньги любите? Нет, но люблю то, что они дают. Умеете признавать ошибки и извиняться? Да. А это важно? Это важно. Это одно из качеств управленца и руководителя бизнеса обязательно. Михаил, можно ли вести бизнес с друзьями? Да, я это пробовал 15 лет назад, было все успешно. Потом был приглашен в эту компанию. Поэтому однозначно можно и даже приятно. Кем вы хотели стать в детстве? Моряком. Кем я и был некоторое время. Как вы считаете, в бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Нету. Но с женщинами работать приятнее. Можете описать вашу жизнь пятью словами? Спорт, любовь, семья, работа. Пятое слово самое трудное, потому что оно осталось последним. Чувство юмора. Юмор. Отлично. Теперь по существу. Михаил, поделитесь, какова ваша текущая повестка дня, как вице-президента по персоналу? Какие основные приоритеты в вашей работе? Из чего, в принципе, состоит на сегодняшний день, ваш рабочий день? Какова повестка? В повестке, то есть количество вопросов, которые мы рассматриваем одновременно, достаточно много. Много этих вопросов. Но я бы их так, не в порядке пока приоритетов, но я назову следующие. Первое, это повышение производительности труда, несомненно. Второе, определение правильной численности компании и достижение этой самой численности. Третье, постоянное развитие организационной структуры компании, адаптации структуры под реальности рынка, под те задачи, которые стоят нам акционеры. Есть такие специфические задачи, которые в нашей компании решают именно через HR, в первую очередь через HR. Это правильное распределение баланса полномочий и ответственности, потому что не секрет, что на разных уровнях управления находится разный объем полномочий и ответственности. И очень часто полномочия в одном месте, а ответственность в другом. В результате люди, которые наделены только ответственностью, страдают своей премией, своим рабочим местом, а люди, которые наделены только полномочиями, они ничем не страдают. И связанный с этим вопрос, следующий в повестке дня HR, это правильное распределение целей между разными функциями и минимизация конфликтности. Потому что это тоже одна из таких болевых точек. Очень часто KPI, цели ставятся таким образом, что они противоречат друг другу радикально. Как пример такой, может быть, не совсем из жизни, но мы реально сталкивались с ним. В одном подразделении экономия опексов радикально влияет на бонус, поэтому люди перестают покупать бензин. А в другом подразделении там реально срочный выезд на аварию, и в результате люди заводят машину, нет бензина. Я немножко утрирую, но на самом деле действительно такая ситуация возникала. Поэтому минимизация конфликтности целей. Следующий пункт, очень важное определение правильного баланса инсорсинга-аутсорсинга. Это тоже находится в сфере деятельности HR. Ну и последний в этом списке, который я сейчас скажу, но точно совершенно не последний по значимости, это, конечно, развитие корпоративной культуры. А если мы немножко по этим блокам пройдемся отдельно? Вот вы сказали о производительности труда. Какие есть инструменты, которые позволяют ее повышать? В этом году мы сделали большой объем работы именно по повышению производительности труда. Что мы сделали? Поскольку в компании существует около 80 филиалов, то мы провели сравнение так называемого нормирования численности, нормирования труда в каждом из этих филиалов. То есть так называемый внутренний бенчмарк, внутреннее сравнение. И мы определили, что одна и та же операция в разных филиалах делается совершенно с разными трудозатратами. Мы отнормировали на географические масштабы, на объем бизнеса и так далее, но в результате получилось очень хорошее сравнение, с которым очень тяжело руководителям спорить. Потому что когда руководитель говорит, да нет, мне надо эти 10 или 20 человек, мы говорим, но в соседнем филиале это делают 5. И второй не менее эффективный инструмент, который применим, в первую очередь, к штаб-квартирным функциям, так называемый английское выражение delaying, то есть сокращение уровней управления и повышение нормы управляемости, то есть, иными словами, повышение количества прямых подчиненных. То есть мы проанализировали структуру и определили, что в ряде случаев у нас есть директор, у которого один подчиненный. Ну, есть экзотические случаи, когда их вообще не было. Но, тем не менее, вот это мы тоже сделали, то есть превратили директоров, руководителей каких-то подразделений в нормального, высокого уровня экспертов, коими они являются, сократив тем самым нормы управления и улучшив бизнес-процесс. А вот почему вы считаете, что в одном городе, в одном подразделении, в филиале производительность выше, а в другом меньше? То есть от чего это зависит? Это зависит от нескольких факторов. Начиная от того, что человек просто не подготовлен, и в этом случае мы просто реально готовим людей, используем ресурсы нашего внутреннего корпоративного университета, Билайн-университета, мы готовим людей. То есть мы смотрим лучшие практики, почему люди реально делают. Мы смотрим процесс, которым следует в одном или в другом филиале. То есть все вплоть до того, где человек, условно говоря, паркует машину, возит ли он с собой запчасти в машине, надо ли ему съездить два раза за ключом, чтобы на объекте оказаться и так далее. Все буквально по шагам мы посмотрели и увидели, что очень простые вещи, которые отрегулированы в одном филиале, они экономят там часы, на самом деле, в течение рабочего времени, а в другом филиале люди, вот я вот пример привел, машина обязательно стоянка около здания филиала, ключи обязательно в другом месте и так далее. Михаил, если чуть поподробнее поговорить про то, о чем вы уже сейчас упомянули, вот в отношении влияния функции HR на бизнес-процессы в компании, и в целом на саму орг структуру, вот на примере в Ampel.com очевидно, что это крупные корпорации, наверняка количество уровней управления, которые есть в компании, достаточно велико. Как правило, это может порождать определенные сложности в управлении, когда вот много начальников, много подчиненных, и количество уровней управления достаточно большое. Как конкретно HR может оптимизировать вот эти моменты и повысить эффективность бизнеса в целом? Есть какие-то секреты, какие-то рецепты успеха, какие-то практики, может быть? Мы определяем правила, которые мы, естественно, согласовываем в направлении, правила формирования структур. Вот мы их для себя вывели, и далее мы следуем этим правилам для того, чтобы компания не теряла эффективности. Эти правила достаточно простые, еще раз говорю, какое количество уровней управленческих, вот от гендиректора до самого нижнего уровня, какое количество прямых подчиненных минимальное и максимальное. А также мы оцениваем, насколько эффективны бизнес-процессы. То есть мы анализируем процессы на предмет их задвоенности, на предмет количества визирующих какие-то приказы, распоряжения. Сейчас мы перешли уже даже к более таким интересным аналитическим вещам. Вообще сколько людей участвует в совещаниях каждый день? Это достаточно легко проверить по нашим информационным системам, поскольку все приглашения, они через нашу информационную систему проходят. Мы просто взяли и посмотрели. Потому что я сам вижу, что очень часто на совещании присутствует 20-30 человек, из которых говорят 2-3. Остальные сидят в BlackBerry или в iPad. Надеюсь, что они конспектируют при этом, только говорят. Спикер. Но тем не менее мы это тоже смотрим. А вы стремитесь вообще минимизировать количество уровней управления? Есть какие-то примеры этого? Да, мы стремимся, потому что чем больше уровней управления, тем больше бюрократия в плохом проявлении. Потому что бюрократия, на самом деле, слово неплохое, оно уже как бы символизирует некий негатив. И количество уровней управления, нам вот в течение этого года, мы на самом деле сократили их на 2. На 2 это очень много. Вот в результате изменения структуры мы сократили на 2. Чем больше уровней управления от гендиректора и вниз, тем сложнее каскадируется информация. Там внизу вообще совершенно непонятно. Иногда очень смешные вещи происходят, потому что на уровне, который находится от гендиректора, минус там, допустим, 5 уровней, может быть заблокировано решение, которое было принято Советом директоров. То, что процедура не позволяет. Понятно, что оно должно быть оптимальное, структура не может быть плоской, и гендиректор не может управлять там десятками людей. Но, тем не менее, да, мы определили для себя оптимальные нормы управляемости. Скажем, количество прямых подчиненных мы считаем там в районе 7, но до 10, оно нормальное. Количество уровней управления от гендиректора, если вот там взять минус 6, при такой структуре, при таком количестве подчиненных, оно тоже будет нормально управляемое. Чуть-чуть вернемся к началу, когда говорили о повестке вашей в течение дня. У любого чар-директора существует несколько зон ответственности, там, привлечение, удержание сотрудников, мотивация, тренинги. У вас есть какая-то система приоритетов? Что для вас важнее? Самым приоритетным, несомненно, является формирование корпоративной культуры. Все остальные вещи, повышение производительности труда, формирование правильной структуры, изменение процессов и так далее, это то, что должно быть естественным в любой компании, это постоянный процесс, но корпоративная культура, это, собственно, то неосязаемое, что делает жизнь сотрудников интересной, а в результате оно влияет и на эффективность, это самое главное. Но ее же трудно достаточно описать. Вот это нечто такое, что витает в воздухе, не так ли? Это очень сложно описать, это действительно так, но в конечном итоге это насколько нам нравится, насколько мы мотивированы работать в той или иной компании. Тем не менее, ее можно замерить и можно определить те ценности, которые той или иной культуре соответствуют. Поскольку в нашей компании происходит достаточно большое количество изменений, меняется структура, директора меняется, я вот работаю уже шестым генеральным директором. Соответственно, все это влияет на тот самый дух корпоративный, на командный дух, на корпоративную культуру. И сейчас, завершая определенные значительные изменения в компании, мы, тем не менее, решили, что настало время, когда надо посмотреть еще раз ценности нашей корпоративной культуры. Собрали месяц назад встречу вице-президентов, региональных директоров, примерно 20 человек, топ-менеджеров компании, где мы еще раз просто взяли и откровенно проанализировали. Сели в субботу, полностью исключили себя из производственных процессов, посвятили только вот этим возвышенным, неосязаемым вещам. Сделали до этого анализ, опрос сотрудников, и потом сделали опрос вот на этом совещании, где мы разговаривали о культуре. Разрыв оказался большой. То, как сотрудники себя видят корпоративную культуру, и то, как сейчас оценивают ее руководители, разрыв колоссальный на самом деле. А это логично, нелогично? Такого вообще должно быть, не должно быть такого? Я думаю, что на том этапе, как мы сейчас находимся, это совершенно не драма, это совершенно нормальный процесс, потому что в условиях, когда постоянно меняется структура, меняется численность, а численность меняется, не секрет, в сторону сокращения, потому что мы повышаем производительность труда, меняются руководители, добавляются новые руководители, кто-то уходит. В этом случае оценка сотрудниками того климата, который есть в компании, он, конечно, скорее негативный, чем позитивный, а идеал, он как бы совершенно в позитивной стороне лежит. На этой встрече мы определили ценности, мы их пересмотрели. А можете назвать? Я их по памяти сейчас не назову, но они касаются, ну, примерно они так звучат, их всего четыре мы выделили. Первая ценность, которая связана с компанией, она звучит, я вот сейчас не дословно, но смысл такой, что сотрудники должны относиться к бизнесу компании, как к своему, то есть отношение владелец, это первое. Второе, то, что мы должны быть инновационными, то есть мы не должны бояться инноваций, мы должны задавать тренды, как таковые. Третье, что в компании должен быть совершенно точно дух взаимного уважения и взаимопонимания, и взаимопомощи, как таковой. Четвертое, я сейчас не вспомню. Михаил, а как вы думаете, вот ценности все-таки, они в большей степени диктуются акционерами, или вот как в вашем случае вырабатываются топ-менеджментом? Вот где здесь найти баланс в том, что ожидают от компании акционеры и вот видение в отношении ценностей со стороны топ-менеджеров? Акционеры ставят задачи перед компанией, ставят конкретные задачи, которые измеряются показателями, рублями, процентами и так далее, и так далее. И структура компании, и процессы, а в конечном итоге и ценности компании, они формируются таким образом, чтобы эти показатели обеспечить. Поэтому, но при этом противоречий не возникает. То есть все-таки ценности корпоративной культуры, это вот то самое неосезаемое, что должно дарить людям радость на работе. Это вот обязательно, да. Безусловно. Поэтому здесь нет противоречия, и поставленные акционерами конкретные цифры, которые должны быть достигнуты, они могут быть достигнуты мотивированным персоналом. Как любая другая крупная корпорация, вы преодолели некоторое количество сделок по слиянию и поглощению. Это, в принципе, очевидный такой путь, наверное, в развитии любой корпорации. Это всегда очень серьезный вызов для функции HR, потому что вы интегрируете, как правило, большое количество новых сотрудников с другой корпоративной культурой, возможно, с другими ценностями в свою организацию. И на сегодняшний день, насколько я знаю, общая численность компаний в МПЛКОМа порядка 30 тысяч человек, среди которых наверняка немало выходцев из тех компаний, которые вы купили или с которыми сливались. Поделитесь, как HR справляется с подобного рода задачами, какие вызовы, как правило, перед вами здесь стоят, и какие есть пути решения подобного рода проблематики, интеграции новых корпоративных культур и ценностей в вашу компанию. В истории вообще в МПЛКОМа действительно большое количество слияний, поглощений происходило, и все определяется размером компаний, которые в МПЛКОМ приобретал. Когда приобретения небольшие по численности, то есть компания присоединяется к МПЛКОМу с численностью значительно меньшей, здесь серьезных сложностей именно организационных, HR-овских их не бывает. Когда приобретаются компании большие, именно про это я сейчас скажу, тут возникают действительно большие проблемы. Когда мы приобретали компанию Golden Telecom и Carbina, то по сути дела сливались две компании примерно с одинаковым количеством людей. Вот сейчас у нас, да, в районе 30 тысяч сотрудников, а до этого у нас было 15 тысяч, я там усредняю, было в компаниях приобретаемых 15 тысяч, и вот две компании слились. Это были принципиально разные корпоративные культуры. Я не говорю, что у кого-то лучше, у кого-то хуже, они разные. И первая фаза вот этой интеграции, она называется хаос. Просто это вавилонское столпотворение, как в Библии написано, только что мы там язык общий не потеряли. А в принципе это вот реально хаос, потому что люди по-разному понимают. И корпоративная культура, она же завязана и на процессах в том числе, разные процессы, разное понимание ситуации. Это очень был сложный процесс. И он вот именно формирование, единого понимания у всех сотрудников задач, понимание ценности компании, вот которую мы сейчас пересматриваем, но тем не менее мы двигались в эту сторону. Вот это самый сложный на самом деле процесс. А что вам помогло в этом процессе? Вот здесь вот очень важный момент, опять же диалог, постоянный диалог и обратная связь с сотрудниками. И здесь роль HR очень велика, вот именно в организации процесса, который формирует единую корпоративную культуру. Вообще любая компания, в которой нет единой идеологии, она может быть совершенно любая. Она может быть диктатурой, и она может быть эффективной. Она может быть совершенно демократичной какая-то атмосфера. Она совершенно разная, но она должна быть. Если она состоит из каких-то разрозненных осколков, не соединенных в единое какой-то общей идеей, то тогда она ведет к провалу. Вот смотрите, мы там прошли уже года три, вот сейчас мы пересматриваем ценности в результате. Хотя мы юридически уже давно одно лицо, но с команды значительно уже поменялись. На самом деле уже произошла так называемая ассимиляция, на самом деле люди уже сейчас работают в одних командах. Но вот культуру реально нам приходится пересматривать. Причем ее приходится пересматривать сейчас не только потому, что мы стали больше или потому, что другие люди присоединились. У нас просто добавились бизнесы другие. У нас не было раньше проводного бизнеса, теперь добавился проводной бизнес. Поэтому если раньше в нашем гимне вообще были слова, там мир без проводов, была такая фраза. И мы этот гимн исполняли на одной из корпоративных встреч, которая происходила вскоре после приобретения нами проводного оператора. Я думаю, что гимны не исполняют даже в компаниях уже. Нет, мы поем обязательно. Ну, а что это весело? У нас красивый гимн, все поют на сцене, выходят топ-менеджеры, поют, также зажигают. Вот. И большое количество людей не пело и грустило. Почему вы поете мир без проводов? Мы-то провода. Поэтому мы объявили конкурс компании на изменение этого куплета. Там человек выиграл из компании, написал. В общем, избежали слова без проводов. Коммуникации очень важны на этапе интеграции активов и так далее. Вот как обеспечить доступность топ-менеджмента компании для рядовых сотрудников в части каких-то коммуникаций, в части доступа к информации и так далее. Это, в принципе, важная проблема на любом этапе развития компании. Для больших компаний. На этапе слияния и поглощения – это один из наиболее важных моментов. Поделитесь опытом, как вы достигали этого, как вы обеспечивали доступность топ-менеджеров, может быть, обеих компаний при слиянии для рядовых сотрудников, которым просто была нужна информация. Действительно, коммуникация и именно доступность топ-менеджеров – это один из ключевых моментов формирования корпоративной культуры. Существует достаточно большое количество регулярных встреч, у нас сейчас организовано, на которых выступают все, начиная от генерального директора и вице-президента. Но я вот видел другой немножко парадокс. Количество информации вообще в нашем информационном мире, оно колоссальное. То есть доступность информации, она присутствует. Но всегда, каждый раз, когда мы собираемся, первый вопрос – а что вам не хватает, коллеги? Они говорят – нам не хватает информации. Мы начинаем разбираться, информация есть, но вот в этом море сложно найти те капли той информации ценной, которая необходима. Поэтому здесь не просто вопрос предоставления информации, а вопрос ее правильного структурирования и правильного просто адресования вот этой информации. То есть мы конкретно пишем по нашей почте, что прочитайте такую заметку, там вот то-то и то-то написано. Тем не менее, информация как таковая – это один фактор, а второй – просто факт общения с генеральным директором и с вице-президентами. Вот люди могут даже ничего не спрашивать. Или могут спросить то, что им на самом деле не столь интересно. Доступ к телу важен. Это доступ к телу. Вот это вот важный момент. Поэтому встреча с руководством, оно носит в себе не только информационный какой-то повод, а просто пообщаться. Вот когда в регион там приезжаешь, допустим, общаешься с людьми, они задают те вопросы, которые однозначно они могут прочитать в интернете где-то, либо в нашем корпоративном издании, либо там еще каким-то другим образом. Но факт, что ты пообщался, что с тобой по-нормальному там говорят. То есть людям очень важно увидеть, что для нашей корпоративной культуры, кстати, в разных, еще раз говорю, компаниях это может быть по-разному, в нашей компании очень важно увидеть, что да, мы вместе там решаем эти задачи, что мы вместе мотивированы. Я всегда подчеркиваю, на самом деле, что там наш бонус и ваш бонус, коллеги, к которым я обращаюсь, он практически на тех же самых показателях завязан. Чтобы завершить наш разговор именно о вашей непосредственной работе, а есть какие-то, может быть, цифровые показатели, HR-функции, на которые вы ориентируетесь? Вот оцифрованные, так скажем, то, что вы меряете, считаете? Есть общепринятые показатели, и мы мерили там и на внутреннем, на российском рынке, и на международном рынке показатели, такой, как выручка на одного сотрудника. Первый показатель. Второй показатель – отношение бюджета СНБ, то есть бюджета, который обеспечивает содержание всех сотрудников, к выручке, то есть СНБ к равене. Второй показатель. Есть еще третий показатель, который оценивает количество абонентов на одного сотрудника. Вот третий показатель. Но все эти показатели, они очень сильно зависят от количества аутсорсинга. И скажем, когда мы там про аутсорсили тысячу человек, у нас показатель выручка на сотрудника, значит, стремительно увеличивается. Выручка растет своим образом, количество сотрудников уменьшилось. Поэтому это не совсем правильный показатель. И мы перешли на показатель ОИБДА, то есть маржинальность бизнеса, эффективность бизнеса на сотрудника, потому что здесь уже все затраты учитываются. Вот, поэтому да, вот этот показатель раз, то есть, повторюсь, ОИБДА на сотрудника. Второй показатель — это отток, который мы меряем. Это своего рода тоже лояльность сотрудников. Причем отток мы делим на добровольный и принудительный. Принудительный отток попадает в люди, которые низкоэффективные, с которыми мы сами хотим расстаться, поэтому мы его выразделяем однозначно. А какой больше? Больше все-таки принудительный, то есть добровольно меньше, к счастью. То есть те сотрудники, которых мы хотим сохранить в компании, отток этих сотрудников меньше. Это второй показатель. И третий показатель, один из самых таких основных тоже, это уровень вовлеченности сотрудников в процесс. То есть это показатель, который замеряется ежегодно исследованиями, которые производятся внешним провайдером. И этот показатель тоже показывает динамику изменений. Говоря про динамику, выручка на сотрудников в частности, мы год в году растем примерно на 6-7%. Это очень хороший на самом деле показатель, потому что он показывает эффективность работы и повышение той самой производительности труда. То есть даже в такой кризисный момент рост был. Да. Вы смотрите «Бизнес по существу». Наш собеседник сегодня Михаил Яковлев, вице-президент по организационному развитию и работе с персоналом компании «Вэмпил». Мы теперь о вашем личном опыте хотим поговорить. Михаил, вы пришли в HR из бизнеса. Все-таки HR является стратегической функцией, так и является поддерживающей функцией по отношению к компании. Вы много лет занимались фронтлайн-операциями, работали в бизнесе. Что вас сподвигло перейти в функцию HR? Я много-много лет, там больше 15 лет работал на фронтлайне. Я занимал совершенно разные позиции в компании. В компанию я пришел, еще меня пригласил Дмитрий Борисович Зимин, основатель компании. И я в ходе моей карьеры занимался самыми разными вопросами. Я был коммерческим директором, директором по продажам, директором по развитию бизнеса. Я был первым директором IT. Пять лет я руководил одним из крупных регионов, был региональным директором. И вот в этот момент, на взлете моей карьеры на фронтлайне, я вдруг получил предложение. Что меня сподвигло согласиться? Ну, во-первых, для меня вообще в компании нет неинтересных позиций. И я понимал на самом деле, я видел, что вот HR должен развиваться в сторону понимания бизнеса. Абсолютно точно, HR это поддерживающая функция. Но это функция, которая должна поддерживать бизнес с учетом требований бизнеса. Особенно в условиях, когда бюджеты становятся более ограниченными. Все операторы, включая нас, мы боремся за повышение эффективности. Соответственно, мы должны очень эффективно помогать бизнесу. Скажем, вот как пример, мы не должны приходить к бизнесу и сказать, вот мы разработали учебные программы, вот наше меню, посмотрите, выберите. Бизнес говорит, мне ничего не надо, ладно, мы пойдем что-нибудь еще выберем. Так бывало. Это нормально на самом деле. И что-то в условиях больших бюджетов это было нормально. Сейчас это совершенно не так. Поэтому даже вот завершить этот пример, мы приходим к каждому вице-президенту, спрашиваем, что ему надо, мы оцифровываем в деньгах, сколько это стоит, ищем какие-то резервы и так далее, и так далее. Да, функция HR поддерживающая, но вот я уже говорил о тех задачах, которые стоят перед HR, я, честно говоря, не представляю, как бы я решал эти задачи, не зная бизнеса. Михаил, ну вот вы уже сказали, что приняли на работу ни одного генерального директора и работаете в компании аж 16 лет, а мы как раз утром обсуждали, что оказывается теперь долго работать в одной компании не модно. Почему так долго? Что вас удерживает в этой компании? Вы пример другим подаете. Сам удивляюсь на самом деле. И такая была смешная, может быть, история, может, не смешная. Когда я проработал 10 лет, ну то есть где-то 5 с лишним лет назад, я вдруг в какой-то момент проснулся, думаю, 10 лет проработал, а почему? Уже значительно изменилось состав уже, к тому моменту был, наверное, уже четвертый, наверное, генеральный директор или третий генеральный директор. Вот, и я даже специально сел и для себя выписал какие-то моменты, вот что меня заставило и что мне позволило выжить в компании 10 лет на протяжении таких тяжелой, изнурительной работы, можно сказать. Сделал даже мастер-класс такой. И, кстати, через день меня попросили, не можете ли сделать мастер-класс? Я говорю, могу. А сколько вам времени понадобится для подготовки? Я сказал, уже подготовил вчера. Вот, действительно, это большой срок, реально большой срок. Во-первых, я работал, как я уже говорил, на разных позициях. Новая позиция – это практически как бы переход на новый вообще, на какой-то уровень. Вот если там компьютерный угрозить, ты поднялся на новый уровень. Я, поменяв за 15-16 лет, наверное, позиции 5-7, получается, где-то вот по 3 года примерно на позиции находился. Поэтому первое – это просто смена постоянно. То есть я не сижу, то есть я нахожусь в тренде. В тренде нахожусь, я для себя отмазка такая, что если что, я скажу, так я ожидаю новой позиции, поэтому я не сижу. Я сижу очень долго. Самая длинная, на самом деле, карьера, она была очень интересная. 5 лет вот в качестве регионального директора, вот 5 лет. Вот на излете 5-го года я был приглашен, я понял, пора. Второй момент, ну, мне просто в Билане очень интересно работать. В свое время меня пригласил Дмитрий Борисович Зимин. Он меня долго уговаривал. Я сейчас всегда, когда собираю своих коллег-сотрудников, я спрашиваю, кто не хотел идти в компанию, оказался здесь. И одной руке не поднимается, только моя рука поднимается. Я говорю, я не хотел. Меня пригласили, я вот в результате пришел. Я был из частного бизнеса, у меня была своя компания. В результате я пришел сюда. И мне просто интересно. Второе, что просто Билане, и когда меня спрашивают, что для вас Билане, ну, для меня практически Билане – это жизнь. Вот 25% моей жизни, если временной отрезок мерить, это вот Билане как таковой. И следующий момент, а у меня есть спортивный интерес просто. Вот реально спортивный интерес, потому что мы постоянно находимся в состоянии каких-то изменений. У меня есть реальный спортивный интерес сделать так, чтобы компания, вот все, что я могу сделать, сделать так, чтобы компания показывала бы результат, чтобы сотрудникам было бы интересно, чтобы сотрудники бы премию получали. Поэтому спортивный интерес точно совершенно движет моего достижения всех этих вещей. А соблазны какие-то были за эти 16 лет? Наверняка же. Уйти вы имеете в виду? Да. Какие-то, может быть, предложения или просто мысли там и так далее? Предложения были. Предложения были. Причем были из совершенно неожиданных областей, из нашей индустрии и из других индустрий. Но последний раз, я вам скажу, последний раз на собеседование в компанию внешнюю, я, наверное, сходил лет 12 назад или 13. Ну, то есть в самом начале моей карьеры, когда я был еще молодой, неопытный, думаю, что-то меня здесь как-то давит, особенно после частного бизнеса, что-то мне становится неинтересно, скучно, да еще что-то Дмитрий Борисович меня в очередной раз что-то там это нагрузил как-то. Вот, я тогда сходил пару раз на интервью, и во время интервью, кстати говоря, я понял, что лучше компании нету, чем Билайн. Я вернулся, и теперь всем говорю, что мы можем критиковать нашу компанию, нам могут не нравиться процессы или еще что-то. Но только выходя за рамки компании, за рамки вообще системы, можно систему познать. А есть какой-то оптимальный строк, по вашему мнению, который человек должен занимать ту или иную позицию в той или иной компании работать? Вы знаете, я, наверное, здесь вот совершенно не отвечу не по трендам существующим, что вроде как надо там 3-4 года и все. Мне кажется, хоть до пенсии человек может работать. То есть, если человек реально является экспертом, ему это реально интересно, то не надо его гнать, не надо его ставить в ситуацию, когда говорит, слушай, ты уже 3 года отсидел здесь. Пора бы подумать, а зачем, я же тут вот эксперт. Вот я считаю, что если человеку нравится, если он реально справляется, если он уходит на уровне своей компетенции там 10 или 20 лет, то тогда пусть он работает, не надо его стыдить. А то иногда у нас действительно так получается. Я вот совершенно не сторонник этого. Михаил, с высоты вот такого большого опыта работы, 16 лет в одной компании практически, всего жизненного опыта, каков все-таки секрет успеха? Может быть, что-то из того, что вы сформулировали вот на 10-е годовщину работы в «Пелками»? Я сформулировал на самом деле 6 принципов, как таковых. Сейчас, может, все не перечислено, но тем не менее. Ну, например, один из принципов, который я написал, что если ты себя почувствовал незаменимым, значит, тебя скоро уволят. Вот это точный принцип. Я, наверное, всегда этим принципом руководствовался, и сейчас я смотрю, так, проснулся, заменим, можно меня кем-нибудь заменить? Можно. Хорошо. Иду на работу. Все в порядке. Ну, примерно так. Примерно так вот. Там один из принципов. Поэтому, когда я вижу людей, которые поднимаются на какую-то свою собственную, построенную ими вершину, и говорят, а меня заменить нельзя, я уже здесь все. Я замыкаю на себя всю информацию, я обладаю какими-то сакральными знаниями. Он реально через месяц, через два увольняется. Его увольняют. Потому что компания не может становиться заложником одного сотрудника. Это было в моей практике много раз. Это первый момент. Второй момент. Не надо, вот опять же, это развитие этого же самого принципа. Надо быть центром компетенции, а не тупиком информации. Принцип, который связан вообще со взаимодействием с сотрудниками. Вот руководитель, я считаю, должен испытывать чувство эмпатии и развивать себя, сопереживание с сотрудниками. Каждый руководитель должен сохранять свой стиль. Он должен развиваться, но не копировать другого. Потому что если руководитель, который исключительно демократичный стиль исповедует, вдруг становится, просыпается и говорит, так, все, я плохо рулю, я демократ, мне все говорят, что-то я слишком мягкий, я буду таким диктатором. Но его первые месяцы, наверное, вообще воспринимать не будут серьезно, потому что никто не поймет, что это он вдруг стал кулаком включать в посту, думает, шутит. Поэтому принцип, который называется развивайся, но не копируй. Вот это важный момент. Очень важный момент называется не бойся быть смешным. Шути над другими, дай возможность шутить над собой. Не бойся спросить, если не знаешь чего-то. И надо уметь признавать свои ошибки, потому что это тоже люди боятся, что это будет смешно. Ну и, конечно, важный принцип, который сформулировал так, что если вас две недели не было на работе, и никто этого не заметил, то вы состоялись как руководитель. Потому что очень часто руководитель уехал, и все упало. Вот все упало, конечно, тогда надо еще поработать над собой, чтобы этого не происходило. Конечно, можно развить этот тезис, сказать, что если еще две недели у вас не было, и по-прежнему никто не заметил, но, наверное, есть смысл опять задуматься. Поэтому, мне кажется, две недели оптимальный срок, если вы уехали, и все работает. Ну и последний наш традиционный вопрос. Интервью кого из бизнесменов посмотрели или прочитали бы с удовольствием? Вы знаете, для меня образцом бизнесмена, как бизнесмен является, на самом деле, Зимин Дмитрий Борисович, построивший нашу компанию, Билайн, с нуля. И он говорит такие мудрые вещи. Он говорит, что, господи, дай мне силы не тратить силы на то, на что я не могу повлиять. Господи, дай мне силы реально влиять на то, что я могу влиять, и дай мне мудрость понять и отделить одно от другого. Вот, например, вот эти фразы, это реально мудрость человека, который построил бизнес с нуля. Он вот этим руководствовался. Поэтому, если коротко, я бы Зимина еще послушал. Он каждый раз что-то новое говорит. Удивительно. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли. Спасибо. Гостем программы сегодня был Михаил Яковлев, вице-президент по организационному развитию и разбору с персоналом компании «Вымпелком». Пересмотреть и перечитать его интервью можно на нашем сайте www.3w.ru. Удачи вам и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!